Добрый вечер! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова. Смотрите в нашем выпуске. Шесть боевиков нейтрализованы. Активная фаза спецоперации в Нальчике завершена. Грежом КТО пока сохраняется. Цель импорта – замещение о новых возможностях селекции кукурузы и выращивания гибридных сортов богатырской культуры в Прохладинском районе. Борьба за звезду качества в стране. Стартовал конкурс «100 лучших товаров России», что представил местный бизнес. Активная фаза спецоперации в Нальчике завершена. Шестеро боевиков нейтрализованы, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Напомню, режим КТО в Нальчике был введен сегодня в 3 часа утра. Участников НВФ заблокировали в доме напротив соборной мечети. Все жители многоэтажки были эвакуированы. Боевикам предложили сдаться, однако те ответили ожесточенным огнем, бросили гранату. Часть преступников попыталась скрыться через квартиру этажом ниже. Они использовали для этого оборудованный в полу лаз. Однако правоохранители эту попытку пресекли. В результате активной фазы контртеррористической операции, проводимой Республиканским оперативным штабом НАК в центре Нальчика, пресечена деятельность бандитов, причастных к одной из международных террористических организаций. В результате боя с столкновения шестеро боевиков были нейтрализованы. Установлено, что один из них причастен к убийству 14 июля начальника отдела прокуратуры Кабардино-Балкария. Взрывотехники ФСБ уже провели осмотр места боя. Обнаружено большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатые вещества и лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств. По информации оперштабов КБР, потерь среди силовиков и пострадавших среди гражданского населения нет. Действие правового режима КТО сохраняется. В борьбе с терроризмом крайне важна консолидация силовых структур и общества, заявил полпредпрезидента России ВСКФО Сергей Миликов в Дагестане, сообщает сайт полномочного представителя. По его словам, для достижения стратегического успеха в борьбе с идеологией экстремизма на Северном Кавказе необходимо привлечь к этой работе общественность, религиозное объединение и органы местного самоуправления. Нужно совершенствовать информационно-пропагандистскую работу с гражданами и прежде всего на муниципальном уровне, считает полпред. Юрий Коков направил телеграмму соболезнования Рамазану Абулатипову в связи с гибелью в результате ДТП 11 жителей Республики Дагестан. Письмо размещено на сайте главы КБР. В нем, в частности, говорится. Примите искренние соболезнования в связи с трагической гибелью жителей Республики Дагестан в результате дорожно-транспортного происшествия. Прошу передать слова поддержки родным и близким жертв автокатастрофы и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Напомню, авария произошла накануне вечером в Веденском районе Чеченской Республики. Микроавтобус, в котором находились 17 жителей дагестанского села Анди, упал в обрыв с высоты около 300 метров. В результате погибли 11 женщин. Шесть пассажиров, включая двух детей, пока остаются в тяжелом состоянии. За их жизнью борются врачи Грозненской и Шалинской больницы. Продолжаем. Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков встретился с писательским активом в Республике. Обсужден широкий круг вопросов, связанных с поддержкой духовной сферы, эффективной организацией работы творческого объединения на основе лучших традиций предшествующих поколений литературного сообщества Кабардино-Балкарии. Обстоятельный разговор о задачах и проблемах Союза писателей КБР состоится в октябре текущего года. В Нальчике состоялось очередное заседание правительства КБР. Члены Кабмина рассмотрели сегодня около 30 вопросов. Вычислия документы, касающиеся передачи имущества из госсобственности в муниципальную, утвердили составы межведомственных комиссий и внесли изменения в ряд действующих постановлений. Обо всем по порядку. В Союзе художников Кабардино-Балкарии передано помещение в Нальчике площадью 120 квадратных метров. Сегодня правительство одобрило соответствующее распоряжение. В муниципальную собственность переходит здание новых детских садов, которые построили в республике в прошлом и нынешнем году. На заседании шла речь и о мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства. Распределению подлежат дополнительные поступления в территориальный дорожный фонд в размере около 30 миллионов рублей. Источниками дополнительных поступлений служат возмещение части затрат федеральным центром на ликвидацию последствий ЧАЭС, имевший место в прошлом 2014 году в размере около 20 миллионов, а также межбюджетные трансферты в размере около 10 миллионов рублей. Управление дорожного хозяйства намерено направить указанные суммы соответственно на увеличение резерва фонда на ликвидацию последствий ЧАЭС и на увеличение ассигнований на нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Госкомитет по транспорту и связи представил проект распоряжения о заключении договора с федеральной пассажирской компанией. Речь идет о поездах дальнего следования. Путем оптимизации количества вагонов будут сэкономлены несколько десятков миллионов рублей. По предложению управления по взаимодействию с институтами гражданского общества внесены изменения в госпрограмму в этой сфере. В ведомство поступят дополнительные федеральные средства на реализацию программы укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народа в России. В бюджету республики выделено 4 миллиона 155 тысяч рублей, которые распределены на реализацию мероприятия в 2015 году. Софинансирование из республиканского бюджета составляет 314 тысяч. Представители МЧС рассказали о внедрении в республики аппаратно-программного конфликса «Безопасный город». Был также образован оргкомитет по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня Адыгов, которое намечено на сентябрь. Альберт Корцаев, Сафар Гириев, Азамат Табуха. Вести Кабардино-Балкария. Двойной удар по контрафакту. Сотрудники МВД по КБР совместно с бойцами ОМОН республики Тыва пресекли деятельность двух подпольных цехов по производству алкоголя. Один из них обнаружили в подвале частного дома в ходе отработки оперативной информации. Спирт с грубыми нарушениями санитарных норм разбавляли подручными средствами, после чего разливали в бутылки. Вместе с этим незатейливым оборудованием полицейскими изъята крупная партия готового контрафакта, внешне не отличавшегося от оригинала, а также этикетки известных алкогольных брендов, закупорочные крышки и образцы федеральных спецмарок. Аналогичная судьба постигла и другое теневое предприятие, работавшее по схожей схеме, но уже в другом районе города. При санкционированном обследовании второго частного домобладения, принадлежащего 46-летней нальчанке, сотрудники городского управления полиции изъяли 4410 бутылок по 0,5 литров каждая, оклеенная федеральными специальными марками с внешними признаками подделки. Кроме того, в присутствии хозяйки домобладения изъято специальное оборудование для кустарного производства спиртосодержащей продукции. Обнаруженная спиртосодержащая продукция и акцизные марки были направлены на экспертизу. По ее результатам установлено, что акцизы поддельные, а изъятый алкоголь не соответствует требованиям ГОСТа. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Цель импортозамещения, причем аграрий. Кабардино-Балкария не только выращивает элитные сорта кукурузы, но и активно занимаются их селекцией. В качестве пилотной площадки выбрали одно из сельхозпредприятий Прохладненского района. О новых возможностях в разведении богатырской культуры узнавал наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. В 2014 году у нас зарегистрировано два новых гибридов в Госреестру Российской Федерации. И в 2015 году тоже ожидается регистрация двух гибридов. Агроному сельхозпредприятия Мурату Князеву есть о чем рассказать. Семеноводческое хозяйство уже является оригинатором девяти гибридов кукурузы. Теперь вот в госиспытании проходят еще два селекционных достижения. Плюс несколько новинок в разработке. К примеру, ультраранний сорт «Лакомка сахарная». Предназначен он для садово-огородных приусадебных участков, арендаторов и фермерских хозяйств. Специалисты и не специалисты даже говорят, очень сладкий сорт, изумительный вкус, да и время обработки по кулинарии варить всего 6-10 минут. И еще одно преимущество этой кукурузы, этого початка, ее можно консервировать точно так же, как овощные культуры. Появлению каждого нового сорта предшествует кропотливый труд. Эксперименты и технологические опыты по растеневодству и семеноводству повторяются десятки раз. Работа ведется в тесном контакте с множеством крупных научных агроцентров как в России, так и за рубежом. Предприятие арендует 2500 гектаров пажни. Треть из них в этом году отвели под участки гибридизации кукурузы. Новые сорта получают принудительным самоопылением. Проще говоря, путем переноса пыльцы одного растения на другое. Собрали пыльцу в этом изоляторе, принесли сюда, опылили, здесь написан номер делянки, закрепили, и это у нас до осени будет висеть початок, пока мы ее не уберем. На следующий год вот эти початки, семена с этих початков мы высеваем и проводим сортоиспытания у себя, проводим сортоиспытания в других научных учреждениях по сотрудничеству. Если гибрид получится или, как говорят профессионалы, выделится, его отправляют в государственную комиссию для дальнейшего сорта испытания. В эти дни в отборе завершается еще один важный этап селекционно-семеноводческой операции – закатка отцовских форм богатырской культуры. Так агрономы называют метелки семенной кукурузы. Отцовская форма высевается только для того, чтобы выполнила свою функцию, опылила материнские початки. Она выполняет свою функцию, и сразу после опыления мы ее удаляем. Как семена используются только материнские растения. Процесс срезания метелок в селхозпредприятии механизирован. Новый комбайн на опытных участках обошелся агроцентру недешево. Зато такой техники, по словам специалистов, в России пока нет ни у кого. Тем временем потребность в семенах кукурузы в стране неуклонно растет. Ежегодно требуется примерно 80 тысяч тонн. Большая часть этой потребности до сих пор покрывалась за счет импорта семян. Санкции Евросоюза стали своего рода стимулятором в обеспечении российских регионов высококачественным материалом собственного производства. И у семеновода в Кабардино-Балкарии появился реальный шанс занять эту нишу. Отечественные гибриды кукурузы на этих демонстрационных посевах не уступают зарубежным аналогам по урожайности. Более того, часто превосходят их по холодостойкости и засухоустойчивости. Урожай последних лет в некоторых крупных агрофирмах и частных фермерских хозяйствах тому яркое подтверждение. И сегодня прохладницкая агрофирма с географией работы от Кабардино-Балкарии до Сибири имеет возможность производить в сезон до 3000 тонн семян раннеспелых гибридов кукурузы. Сафар Гиреев, Анзор Кочироков, Вести, Кабардино-Балкария. Избавиться от импорта намерены не только аграрии, но и предприниматели республики. Сегодня в Нальчике стартовали сразу два конкурса качества. Местные производители товаров и услуг претендуют на премию главы КБР и 100 лучших товаров России. В этом году на выставке представлена продукция почти трех десятков предприятий. Подробнее о них расскажет наш специальный корреспондент Наталья Булат. Здесь машиностроение соседствует с пищевой промышленностью на выставке. 29 предприятий, около 100 товаров и услуг. Все они претендуют на премию главы Кабардино-Балкарии и звание лучшего в России. Экспозиция – финальный этап конкурса. Предшествовали ему лабораторные исследования регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний. Прежде всего стимулирование наших производителей к тому, чтобы они производили конкурентоспособную и качественную продукцию. Сейчас нужно использовать тот момент, чтобы на рынке, на российском рынке, на рынке таможенного союза, даже, может быть, на европейском рынке, чтобы мы могли занять ту нишу, которая создалась в результате введения этих ограничений. Импортозамещение – основная тема разговора. Эмбарго на товары из-за рубежа дает свои результаты, причем положительные. Велесагра ежемесячно производит 800 тонн охлажденного и замороженного мяса птицы. Больше половины отправляется на рынки от Санкт-Петербурга до Владивостока. Курорт Эльбрус, наоборот, привлекает клиентов в Кабардино-Балкарию. Сейчас компания завершает строительство третьей очереди канатной дороги. На этом останавливаться не собираются. В этом году мы планируем открыть детскую зону и детский клуб, где с детишками будут заниматься профессиональные педагоги. И при желании родителей их будут обучать горнолыжному спорту. О готовности заинтересовать туристов заявили и ремесленники на выставке. Они представили изделия из дерева, традиционные бурки и папахи. Возвращаясь к экспорту, на телемеханике говорят, попасть на широкий рынок мало. Важно следить за тем, как он развивается. Предприятие – производитель модернизированных светофоров, но и их постоянно совершенствуют. В апреле этого года было внесено постановление, утвержденное правительством РФ о том, что дополнительные секции светофоров должны быть оборудованы красным контуром, для того, чтобы улучшить видимость ее в темное время суток или при плохих погодных условиях. И с учетом этого нами был разработан данная модель светофора. О своей работе сегодня заявили не только представители предприятий. Название лучшего по качеству услуг претендует и дневной стационар первой поликлиники Нальчика. Ежедневно здесь обслуживают свыше 70 человек. Больные приходят в удобное для них время. При необходимости они могут полностью пройти обследование в нашей поликлинике, консультации узких специалистов. У нас 100% медикаментозное оснащение. Конкурсная комиссия осмотрела экспозицию каждого претендента. Сегодня же эксперты провели и голосование, определили лучших в различных номинациях. В ближайшее время результаты будут направлены для дальнейшего рассмотрения главой КБР. Победители представят республику в заключительном федеральном отборочном туре всероссийского конкурса. Наталья Булат, Эдуард Ногма, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня утром из Нальчика в Пятигорск отправилась группа участников первой смены молодежного лагеря «Машук». Это 125 юношей и девушек в возрасте от 17 до 30 лет. Уже завтра они смогут представить на Северокавказском форуме более 80 инновационных проектов по развитию округа. В этом году специфика всего лагеря «Машук» была несколько иная. В этом году ребята везут командные проекты, 3-4 человека везут один проект. Поэтому количество проектов на самом деле сократилось. Но есть интересные, как говорится, в ногу со временем идущие проекты, которые действительно мы понимаем, что люди, ребята наши, они как-то чувствуют, что нужно республике, что нужно вообще стране. В этом году количество грантов на реализацию молодежных идей уменьшено, зато вырос размер денежного поощрения. Всего будет выделено 125 грантов на сумму больше 85 миллионов рублей. И последнее. Сегодня в Баксанском районе состоялись скачки на приз главы администрации муниципалитета. Состязания организовали на новом ипподроме. В районе они прошли впервые. На скаковых дорожках больше ста лошадей разных пород. О том, как это было, Карина Аванесова. Первые скачки на новом ипподроме. Событие, о котором мечтали не только конозаводчики, но и сами жители. В состязании открыли еще одну спортивную страницу в истории Баксанского района. Хочу пожелать нашему обществу делу доброго пути, а участникам первых скачек побутного ветра. Первые скачки в Баксанском муниципальном районе объявляю открытым. На скаковые дорожки вышло больше ста лошадей. Среди них чистокровные кабардинские жребцы, арабские скакуны и полукровки. Многие призеры различных ипподромных состязаний. Есть и те, для которых сегодняшний забег – дебют. Жеребец кабардинской породы Кавказ в скачках принимает участие впервые. Его хозяин уверен, это выступление станет для его питомца отправной точкой в будущей карьере. Скакуны должны были пройти несколько дистанций. В забеге на 1200 метров уверенную победу одержала лошадь Николь. Соперников она обошла за считанные секунды и первая добралась до финиша. На дистанции 1800 метров отличный результат показал жеребец канат Жакей Мурат Токмаков. Я выиграл, но соперники были хорошими. В забеге на 2000 метров самым резвым оказался жеребец доспех. С большим отрывом за ним следовали Порш и Альтазар. Успокоить триумфатора было тяжело. Эмоции через край, ведь это его первая победа. Для нас сегодня очень интересно, потому что это лошадь. Мы пробуем на такие большие скачки, где земляная дорожка. Мы сейчас в Дагестан должны поехать. И уже надежда есть, что там тоже будет вариант что-то показать. Клуб по развитию коневодства и конного спорта в Баксанском районе открыли всего месяц назад. По словам представителей местной власти, он призван вывести отрасль на принципиально новый уровень. После образования районного клуба по развитию коневодства и конного спорта мы в тот же день определили, что в конце июля месяца мы проведем первые скачки, которые будут приворочены к окончанию праздника Ураза-Байрам. У нас перспективы достаточно большие. У нас более 42 конезаводчиков, у которых от 10 до 320 лошадей у каждого. Всего состоялось шесть добегов на различные дистанции. Фаворитам достались аплодисменты болельщиков, а победители скачек получили кубки и денежные призы. Карина Аванесова, Магомед Гадиев, Вести Кабардино-Балкария. И на этом у меня все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова